Я знаю запись, друзья, если вы смотрите это в записи, жалко, что вас не было онлайн, потому что сейчас прямой эфир, сейчас воскресенье, 10 утра по Москве, и с вами Майкер, и с нами Император, и мы будем смотреть последний, финальный день летнего голода 2019 года. Четверо лучших игроков мира будут играть против друг друга за звание лучшего и за призовой фонд больше, чем 60 тысяч долларов, и я как дурак улыбаюсь сейчас, потому что первый матч, который мы с вами посмотрим, будет с участием нашего замечательного Императора Дмитрия Костина, он же Хэппи. Он будет сражаться против лучшего, по мнению многих, игрока мира, течь 3-0, китаец, игрок за альянс, псих. У Хэппи, конечно, были вчера сумасшедшие игры, он с трудом, нет, ладно, не без труда, выбрался из своей дикой группы. Обязательно посмотрите эти матчи, если вы вдруг по каким-то причинам не посмотрели, это было очень классно, очень эмоционально, столько классных моментов, столько микро-моментов. Мы болели, мы вжухали как могли, чатико, отдельный привет. Господи, я волнуюсь, я волнуюсь. Сегодня мы посмотрим все матчи вообще, абсолютно все. Два полуфинала, финал, не знаю, матч за третье место прошла, информация в чатике, что нет его внезапно. Смотрим, это хайлайты пошли? Ну, нам тяж показывают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 120-й. Это еще один китайский игрок, второй и последний из оставшихся. И, конечно же, Мун. Единственный кореец. Во, и Хэппи, который Питлордом своим разрывает просто толпу берсеркеров. Вот они, четверо героев. Лучшие игроки мира, лучшие игроки мира. И, конечно, приятно, что Император, Император с нами. Он был бы доволен быть в топ-8, но уже в топ-4. Ё-моё, я волнуюсь. Ти-Эйч выходит в своих замечательных синих шортах. Неуверенно помахал рукой. Так. И... Внимание, друзья. Внимание. Да, розовая клавиатура. Да, игры с фокусом вообще прекрасные были. И вот он, Император. Уоу! Ему хлопают больше, чем вышедшему Ти-Ашу. Причем Ти-Аш... Вы понимаете, что это китайская аудитория? Голосование... Помните, какие были там пару дней назад по поводу победы Хэппи? За него там меньше 10% голосовали. Уже уважают Императора. А представляете, какая власть у него будет? Там уже китайцы очень быстро фанатеют. Их очень много. Как бы не забыл Хэппич нас, Акалитов. Да, нас не так много, но... Мы же самые первые, самые пред... Ладно, я не самый первый, не самый преданный. Но мы, мы... Я уже себя причисляю к армии Акалитов. Ладно, хорошо. Не будем о плохом. В отличие от прошлых всех стадий, сегодня у нас будет БО-5. То есть матчи будут проходить до трех побед, а не до двух. То есть еще больше жестких игр, ставки мега высоки. Сейчас, подождите, я еще открою на всякий случай страницу турнира. Для того, чтобы сразу вам сказать распределение призового фонда. Победитель получает 20... Что? 9 тысяч... Что? 557... Сколько? Долларов? Почти 30 тысяч баксов за первое место. Топ-2 получает почти 15. И у нас сегодня только 3 серии. Вот. Ё-моё. Третья, четвертая, 5 тысяч. Вот сейчас они уже в топ-4, то есть по 5 тысяч долларов получили. На нос. Неплохо. 300-350 тысяч рублей. Учитывая то, что поездка была оплачена, проживание, естественно, еще кто-то сверху получил просто за присутствие на турнире. Оно того, безусловно, стоило. Я надеюсь. И если ты выигрываешь полуфинал, то уже плюс... Плюс десяточки минимум. То есть еще 10 тысяч долларов. Еще 600 с лишним тысяч рублей. За одну серию. Просто вот выигрываешь полуфинал. Ну, просто выигрываешь у Тиаша. Казалось бы, да? Формулировочка такая. И ты уже, считай, миллион. Почти миллион на этой поездочке заработал. Почему почти? Там же пятнашка. Точно миллион. Больше миллиона, учитывая еще 200 до этого. Прекрасно. Считай чужие деньги. Испытывай удовольствие. Класс. А, извините, я задумался. У тебя же такое лицо, как будто он свадьбу ведет. Ну, он еще как-то вот жест этот рукой. Говорили, что это какое-то сердечко. Из корейского... Из корейской попсы. Ничего плохого в корейской попсе нет. Это не негативно. Это не наши попса. Хотя, наверное, она могла измениться за это время. Я уже не слежу. Миша, привет. Обещал жене, что ей передадут привет, если она просмотрит все игры со мной. И вот день финала. Мы бежим в 5 часов вечера. Всей семьей смотрим. Екатерина. Екатерина, добрый... Добрый вечер уже. Я не знаю, к сожалению, как зовут мужа. Вряд ли вы его называете спургеола. Вот. Но, в общем, молодцы. Спасибо, что терпите его такого непонятного. Мы тут все такие. Первая карта. Эхо Айлс. Игорь говорит. Сплургеола. Игорь. Ладно, поехали, друзья, поехали. Хэппи. Продолжение. Хэппи уничтожил Лина. Справился с фокусом. С лучшими орками мира. Но он ни разу не встречался с... На этом турнире, по крайней мере, да? Господи, я волнуюсь. Я волнуюсь. Давайте я потише сделаю чуть-чуть. Тихо, 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 тихо. Ребята, не кричите, пожалуйста. Не нагнетайте. Сейчас бэк-творков начнут меня еще раздражать своими криками. Не надо, не надо. Все. Сок же был. Сок же был. Сок был, не заметили. Не заметили сока. Чатик вжухает, пытается передать энергию императору. Я единственное, что отчетливо помню, как играл Тиаш против 120-го. Какая-то была странная серия. Помним, как в принципе играл Тиаш. Помним, как непонятным образом вообще отдавался 120-й. Не так, как он проводил другие игры. Короче, он проводил игры с Тиашем. И это вселяет на самом деле надежду. Потому что все равно, хоть там игры и были в одни ворота, но Тиаш не показал там каких-то сверхстратегий, диких. Не показал там какого-то ультрамикроконтроля. Короче, он не кажется неубиваемым. Я надеюсь, что для Хэппи он вполне по силам. Да ладно. А, в рамках Голда они говорят, что если Хэппи выйдет в финал, то... Ну хотя Фогидж занимал уже второе место на Голде. Ладно, не надо, не надо, не надо загадывать. Давайте здесь и сейчас смотрим. Альянс, Архмак, Тиаш, правый верхний угол. Один из Акалитов Хэппича уже на разведке. Кстати, Акалиты в финальном сражении против Орка наносили большое количество урона и прилично блокировали армию. Вот. И там пять Акалитов, трое из них пережило глобальное сражение. Они там с берсеркерами сражались под шумок. Вообще молодцы. Хорошо отыграли. Револьвер пишет, что в Азе нет андэдов в уровне Хэппича по микроконтролю. Но там же есть андэды с более классными стратегиями, да? Привет опять 120-му мы в очередной раз передаем. Что выпало? Выпало кольцо. Архмагу. ДК бегает. Акалит присматривает. Продолжает присматривать. Скелетов мы вызвали. Побежали дальше. Микро Хэппи просто великолепный. Тут никто, я думаю, спорить не будет. Нам как показывали моменты, когда он от первого лица контролит. Неоднократно. Так, элементаль. Архмаг у нас тут уже немножко хлебнул. Горе. Два скелета сняли порядка сотки ХП. Выманивает для сетки. Хорошо, ведется тяж сеточкой, ловим первого футмена. Еще сеточка. Прекрасно. Неплохое начало. Менты бегут. Это плохо на самом деле. Это плохо. Специально будет нейтралов. Еще сеточки. Император. Хорошо. Криппинг уже такой. Ну, такой вообще невнятный идет. Потому что кто влез, кто под рова. Главное, ДКу не дали окружить. Архмаг. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Койл плохой. Какой плохой Койл. Ошибка от Хэппича. Да ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Финн подходит. Добил тролля. И да. И все. К сожалению, не добиваем мы тролля. Минус один рабочий еще. Спокойно, спокойно. Это нормально, друзья. Ничего сверх страшного не случилось. Да, Император промазал Койл. Да, промазал. Бывает. Сейчас еще палк-скелет в последнем. О, еще будет Мурлоков. Или, подождите, возможно, тяж уже самостоятельно решил покрепиться параллельно. Возможно, да. Да, Футмен еще умер. По Экспе, вы видите, это все, всю Экспу, которую Хэппи получил, это две трети уровня. Это все на, так или иначе, на враге. Тролль, Футмен, два пара рабочих, может, тройка рабочих. Так, здесь Криппинг хорошо идет. Футмен, правда, присматривает. Три финда. Почти третий Архмаг, тем не менее. Ну, здесь, понятное дело, что с технологиями большие проблемы, потому что Power Bill, потому что леса нет, да и денег особо нет. Интересный тайминг магазина, нетипичный. TH делает магазин загодя. Большое уважение ему за это. Так, здесь ловят Футмена, хорошо. Он сразу успевает получать наполовину Хэппи. Лечевка выходит. И третий уровень получает Архмаг. TH бежит в сторону базы Хэппи. Там делается не рубка. Хэппи отменяет сразу же Тир. Да. Но в это время на Экспанде происходит... Вы смотрите, что происходит на Экспанде. Умирают рабочие. Не подходит близко героям. Любопытно. Это сейчас вопрос исключительно микроконтролем. Не доконтроливает, к сожалению, Хэппи. Лич теряет двух гулей. Врывается на Экспанд. Подставляются Акалиты уже. Подходят рабочие. Новые. Ново в них, я вижу. Хорошо спидскрин делают. Еще минус пара, тройка рабов. Я не знаю, кому страшнее это. С одной стороны, там уже, там уже два с половиной... Там Лич почти второй уровень получил. Просто на рабах. Что? Второй уровень на рабах. Да все на телепортироваться уже, Хэппич. Какой же император хороший. А, он просто вархмагов укусит, смотрите. Он застаивает его стелепортироваться, сам не уйдет отсюда. Зигурат не отдавай, Зигурат, Хэппич, не отдавай, Зигурат. Ну, Зигурат. Ну, Зигурат. Зигурат, 3440, ну, ну, успей. Да, успел, Зигурат живой. Короче, минус телепорт там еще, минус экспанд. Не повелся император на разводы этого... Вообще здесь человек 20 померло по рабам. Лимита у Хэппи уже 36 на 30. Да, там отменен Т3, да, там проблемы с гулями, но какое количество... Лич, два, почти с половиной на одних рабах. Почти третий ДК. Мне кажется, Тиаш переоценил немножечко тот урон, который планировал нанести. Или тот, который нанесет Хэппи, я уж не знаю. Уже обсидианка есть, я не знаю вообще, как Хэппича здесь остановить. Да, там дефенс, но уже идет регенерация хорошая. Уже лично половину третий, на половину третий, Карл, третий ДК. А, футменов реально очень много. Надо фокусить, надо здесь контролить, надо отступать. Ну, смотрите, статуя Хэппича фирменная. Регенит и ману, и ХП. Немногие игроки догадываются, но можно включить на автокаст оба заклинания. И все, и будет работать. Просто думают, что можно и так, и так, только так, или только так. Но Хэппич один из немногих профессиональных игроков, кто нашел эту фишку и обудит ее по полной программе. Попробуйте как-нибудь, понравится. Вот. 120, кстати, до этого так и не додумался. Куэл, новая, Архмак, минус, до свидания, тут нет ТП. Нет, есть бутылек, уже черт, уже Т2 там есть у него. Блин. Но футмены потихонечку разваливаются. Время, конечно, тяж выигрывает. Подконтраливает, подконтраливает Хэппич. Ну, естественно, он не теряет никаких финдов. У него третий, два с половиной, все еще, не сильно. Аккуратненько. Так, тут грейд на Т3 поздновато, но, видимо, пришлось восстановить. Ой, Маутон Кинг приходит. Это опасно, это опасно, это опасно. Увидит МКУ. Хорошо. Окружение, не окружение? Блин, окружение, кажется. Да, передает ТП. Да, сразу телепортируется, чтобы не это самое... А, первый финд погиб. Не успел стелепортироваться. Ладно, по потерям вообще все шикарно у Хэппи. Просто он потерял одного юнита, двух гулей, и, может быть, одного колита, но нас много. Поэтому нормально. Главное не расслабляться. Экспанд все еще работает. Он не был уничтожен. Да, там было огромное количество жертв. Да, Хэппич продвинулся сильно по XP, очень сильно по XP. Вы посмотрите на уровни героев. 3-2 на 3-1. Причем 3 было получено в самом начале. Без... Так, и пошел у нас третий тир. Причем, да, причем в отличие от тех игр, которые были с 120-м, он не через рифлов и кастеров выходит в Т3, а просто выходит в Т3. Иллюзия МК. Иллюзия проверила, что нет у нас телепорта. Хэппи должен сейчас немножко напрячься, потому что... Потому что противник... Да, и он видит. Он догадывается, он не видит еще армию. Но он сразу идет защищать свой экспанд. Молодец. Или за арбой идет. Так, встретил-встретил вражескую армию. Понял, где находится Тейч. Купил арбу. Третий лич уже есть. Третий лич есть. Вторая нова. Так. Блин, Дегура там еще битый. Я не совсем понимаю, почему... Почему Хэппич, зная, где находится противник, решил... Ну давай, Нова, Нова, Нова. Ну! Не-не-не, он просто не тратит ману. Он хочет нюкануть этого Маутон Кинга. Нет, он не хочет нюкануть Маутон Кинга. Он решает все-таки сейчас кидать Нову. Убивает двух футменов, восстанавливается магазин. Но арба уже куплена. Раз он на ходу матч нельзя менять. Нет, револьвер нельзя. Видимо, револьвер сделал ставочку на Хэппи. Ему очень нравится, да? Тебе нравится то, по какому сценарию сейчас игры по... И он не верит, что тяж сможет выиграть за Альянс. А за Эльфов, типа, есть еще шанс поздравлять. Ну нет, рано поздравлять. Хорошо, большой инвул. Когти выпалим. Криппинг. И ставит нычку, кажется, спокойно Хэппич. Да, пошел, пошел Акалит. Да-да-да, Хэппич... Ну, есть минус в быстрой этой базе на Эхо Айлс. Ммм... Есть... Блин. Ну, в том, что шаг больше нет, что третью не поставить, что если Хэппи сейчас удается поставить базу и ее защитить, то тебе ничего не остается, кроме как ее уничтожать, иначе у тебя просто раньше закончится золото. Так, сейчас будет отменен экспант у Хэппича. Слушайте, там нет телепорта, там нет телепорта, это минус огромное количество рабочих сейчас будет на базе Тиаши. А почему он ТП не взял? У него экспант работает черт знает сколько, он очень нагло играет, у него 51 лимит, нычка работала очень долго, и при этом он не соизволил взять ТП. И возвращается пешком, да, персональный телепорт, но там уже где-то минус 5 рабов, Рейнджер ко третьим героям. Полечу, полечу, ну Хэппич, ну Хэппич, ну не надо так делать. Магическую вышку отфак... Ну не отфакусил, ну е... Мелкий-мелкий, но важные на самом деле ошибки. Так, снова ставят экспант. Хэппи в первый раз ему отмени... А, там элементаль, отменил, кажется, эксп... Не отменил, то есть элементаль уничтожил шахту, насколько я понял. Что после отмены, после того, как шахта пропала, у Хэппича было на руках 80 голды. Ошибки. Ошибки. Ладно, счастливый наш, крепится хорошо. 40 лимита. Сейчас ТАЖ будет выходить. Опасный очень момент, потому что сейчас будет очень хороший лимит. Да, самая большая сейчас проблема у ТАЖа, это герои очень низкого уровня. Не ведется на иллюзию Хэппич, все в порядке. Уже Арбатом у Архмага закуплены. Паладин, как вы видите, тоже вышел. Это лагерь наемников. Абом. Да, вот это очень плохо. Архмаг ТАЖа грамотно бегает, отменяет базу. Сможет, не сможет. Кажется, не хватит ему тут. Или хватит. Койл нова, чтобы ДПС убрать. Нет, хватит. Тихо. Отменил. Все правильно. Ну, хотя нет, надо было койл нового Архмага. У него дамага больше из-за когтей. И да, он прожал бы Инвул. Но если бы он прожал Инвул и пожадничал, хотел бы добить базу под Инвулом, он бы оттуда не ушел. У него только персоналочка. Блин, надо было Архмага нюкать. Да-да-да, апгрейд новый на коней. 15% бонусного урона по Финдам. И Танечки пошли. Все неоднозначно, уже неоднозначно. Дали миты сопоставимы. У ТАЖа, кстати, есть проблемы с лесом. Это следствие того, что были убиты рабочие на экспанде. Ну вот, в прошлое забегание. Соответственно, он взял с леса. Да как же ты задрал-то, а? Ну в этот раз нормально отбивается. Там уже третье МК, понимаете? И можно даже третьего палоча получить на этих черепах. Лимиты не сильно разнятся, но вот как раз из-за того, что проблемы с лесом у ТАЖа. Потому что сейчас могло быть уже 80, учитывая косарь на руках. Пэнт оф Энджи, повезло нам, повезло. Так, убивает самостоятельно своего футмена, это лишний лимит. Все, естественно, вышли из лимита. Надо делать зигурат на экспанде. Надо достраивать рабочих. Танк пока ничего не делает, но, скорее всего, поедет на мейн одновременно с... Не, он уже сейчас поехал. Да, его задача зигурата и магазин. Магазин зигураты. Опасный момент. Все. Нычка уже типа работает у нас, но она только начала работать. Еще черепаху не добили. Ё-моё. Идет атака. Опасная атака. Танчик. Танчик теряет часть ХП, но уже подходит армия Тиаша. Дестройеров начинают атаковать. Сетки, сетки, сетки. Не доконтраливает Хэппи, теряет первого финда. Пытается отфокусить. Новая неплохая. Хороший Койл. Сайланс. Сайланс отличный на Маутон Кинга, но тут же диспелят. Пытается, пытается передать Инвул. Передает Инвул. Фокусит пристов. 67 на 66. Более-менее равные лимиты. Койл в леча. Паладина, паладина. Сайланс. Став Инвул, передал. Как же контролит Хэппи. Как же контролит Тиаш? Хорошо. Архмагу плохо. Архмага нет ТП. Очень красный. Все еще, все еще, блин. Красные финды. Добивает финда. Еще один Койл. Блин. Ох, Архмаг чудом уходит. 55 на 66. Тиаша больше. Койл хороший. Тележка подошла. Фокусит ДК. Короче, тут битый герой Тиаши, на самом деле. Минус конь. Нормально. Отбиваемся, Вороди. Отбиваемся. Блин. И это очень плохо, потому что, повторюсь, сейчас база у Хэппи будет работать. Будет работать база. А у тебя где-то минус 4-5 косарей в той единственной нычке. Это очень важное сражение, друзья. Очень важное сражение. Отбился от Танчика. Да, 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 все правильно. Все, сейчас у нас будет также 80-80 в следующий раз. Мы еще дособерем черепашек, которые на нашей стороне остались. Мы, к сожалению, не перекупили инву, хотя, скорее всего, там он на КД. Весь чатик вжухает. Я не хочу раньше времени радоваться, друзья, потому что, ну, это только начало сегодняшнего дня, только первая карта. Еще не надо, не надо эмоции расплескивать. Что там выпало, кстати? Когти, кажется, еще одни выпали. И тяж снова идет в бой, но его уже немножечко, но меньше. 64 на 67. У нас работают экспанды. Хорошо. Инвул взял сейчас... Ой-ой-ой. Ну, армия не внушает вообще втяшевское уважение, если честно. Что там? Два брейкера, два приста, три героя. А, у него рыцари на базе застряли. Понятно все. Это те люди, которые были застафаны, но не могли выйти из-за того, что... Да, Хэппи видит, что армия не очень, понимает, что... А можно и посражаться. Можно посражаться, в общем-то. Свиток, тем не менее, свиток перекупил Хэппич. У него почти пятый ДК. Вы посмотрите, ДК чуть-чуть ему не хватает. 4-4-2, герой прекрасный. 4-4-2. Апгрейды делаются. У Хэппича тоже должны, типа, 2-0 какие-нибудь апгрейды быть на рейндж. 7 вертолетиков. Так, подходит все-таки. Уже три коня, рифл. Не, армия хорошая, у Тиаши уже собрались. Ну, Хэппич тоже прекрасный, на самом деле. Ему не обязательно сражаться на магазине. Он делает это исключительно, скорее всего, ради контроля. Хочет сражаться все-таки Хэппич. Молоток пошел в леча. Па-па-па-па-па-па-па-па. Не знаю, в кого кидать, блин. Нова влетает в коней. Ловим вертолетиков. Пытаемся на хит-н-дране отстрелить. Минус один вертолетик. Тележка. Минус второй вертолетик. Взлетает еще одна тележка. Третий дестройер. Падает финт. Лечение неплохое. 72-71. Блин, одинаковые размены. Более-менее одинаковые. Хэппич перегруппировывается. Вертолетов, конечно, становится постепенно все меньше и меньше. Нового финда ловят. Сразу же убивают, к сожалению. Но в это время умирают еще пара вертолетов. Пытаются хит-н-дранить. Надо на землю. Надо на проклятую землю отступать, для того, чтобы регенерация была хорошая. Нет, Хэппич решает откайтить это все безобразие. Сайленс. Рабочие пришли. Не хочет лезть дальше тяж. 70 лимита на 72. У нас даже немножечко больше. ДК получает пятый уровень. Третий койл. Рабочих на отступлении мы спокойненько отстреливаем. Ну нет, контры к дистрам, понимаете? Самое главное, Хэппи отстрелил вертолетиков. Да, пусть ценой финдов, но тем не менее, сейчас чем сражаться с дистроерами? Пятью вертолетами? Там три дистра. Рифла подрезать можно. Второй играет на атаку. Или третий. Я все их путаю, блин, по внешнему виду. Кажется, второй. Инвул перекупил. Хорошо. Ха-ра-шо. Держимся. 80 лимита у императора против 73. Я передаю привет минимум трем товарищам в чате, которые на протяжении этой игры говорили, но это ГГ. Тяж выиграет. Лесом. Лесом, друзья. Еще не совсем пока. Просто собирайтесь потихонечку. Пойдете после того, как Тяж напишет ГГ. Так, аккуратненько. Очень хорошо. Контролит, конечно, оба. Ну что, понеслась. Молоток в Абома. Нельзя. За Абома надо сражаться. Опять вертолетов довольно большое количество. Абома лечат. Абома по фрост арморам. Вытанковывает просто шикарным образом. Правда, его лечит паладин еще. Падает, кажется, один дистроер. Фокусят ДК. Да ладно, 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 аккуратненько. У него есть свиток. Он отступает. В 74 на 74. Еще не все. Блин, потеряно. Черт. Правда, кони тоже падают. Не от лечения от паладина. У паладина есть лечение. Вот у ДК мана закончилась. Падает конь. Падает финт. Что происходит? Да, Иннерфайр появляется. Хепич диспейлит Иннерфайр, в отличие от 120. Не знаю, как. Но дистроер очень... Да ладно. Да нет. Да нет. Как? Это мне возвращается, блин, карма. Надо было позже сказать, передать привет этим гадам в чате. Как я вас ненавижу-то, а? Нет, Хепич, давай, сражайся. 60 лимита. Лечу. Влетает молоток. Его очень сложно вылечить, потому что маны нет. Мана только-только донакапливается. Новая в МК. Ой, какая-какая грязь. 69 на 59. Рейнджика подставляется. ДК подставляется. Очень много вертолетов. Дестроеров нет. Да ладно. Блин. Да нет. Ё-моё. Возвращаются герои. Я не знаю, что делать. ДК очень бит и получает молоток. Его могут убить. Нет. Да какого хрена нет? Нет. Я понял, я был неправ. Трындец. Нельзя хейт. Чёрт. Ладно, не уходите, пацаны. Да уже получалось. Уже и по лимиту лучше, и герою лучше. Блин. Простите, накаркал, да. Сгладил. Да там вся динамика была в пользу. Да, магазин на Экспанде помог бы, конечно. Да, грейды ещё. Грейды там были 2-1 или 1-2 у Тиаши, точно. По крайней мере даже на конях. То есть он в определённый момент доделывал второй грейд на армор и грейд на атаку, а потом ещё второй грейд на рейндж. То есть большие инвестиции были у Тиаши именно в грейды. Жесть. Так, друзья, начало не очень хорошее. Вы догадываетесь, для нас, для колитов простых. Блай говорит, начало хорошее, Хэппи переконтраливает. Хэппи я недоконтраливал в этой игре, что меня тоже беспокоит, конечно. Но маны не хватило, да кем, финалочки. Арба работает. Хумановская, видите, как хорошо тоже. Хоть снижение не на 50%, как было первоначально в бета-версии нового патча 31, а 35, но всё равно ощущается недостаток лечения. У тебя же было больше косяков. Играют они до трёх побед. То есть должно быть 3. 3-2, 3-1, 3-0. Хэппич, мы с тобой. Блин, там, друзья, простите, пожалуйста, я пропускаю саппорт, и желательно, конечно, во время игры вообще не, 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 не саппортить. О боже, этот стример просит не донатить. Огромное спасибо за подарок, майка за стримфест и футболка, и огромное спасибо за Варкрафт. Очень приятно слышать голос из колонок на протяжении многих лет. Кстати, удивило, как чётко нефандочка подобрала размер майки на глаз. Спасибо, грешник. Спасибо. Ну что, на этой карте должно быть попроще, потому что Император выбрал её. Собрались. Вжухаем. Ну, теперь ИТ-Аш. Ну, пару или даже тройку раз от мили у нас тайминговый экспант. Ответный. Ой, смотрите. С мелким пришёл на мероприятие. Папка плохому не научит. Всё, у папки Мун. Класс. Хорош. Какой счёт. Ну, на экране же всё. Ну, ёпай, пресоте. Ну, 9-0. 12-15. Включайтесь, друзья, просыпайтесь. Также Архмаг первым. Естественно, ДК. Да, по прошлой игре. Во-первых, отмена экспандов. Причём, один разок можно было забрать Архмага. Можно было забрать Архмага. Либо не отдать экспанд, либо забрать Архмага. И я думаю, что мог ошибиться Тиаш в той ситуации. Прожать Инвул ради одного-двух выстрелов, тогда бы он оттуда не ушёл. На персоналочки, никаким макаром. Потому что Койл не... Ну, откатился бы просто. Успел бы. И Архмага бы покарали. То есть, в него влетает Койл Нова. Хотя, блин, если он поражал бы Инвул во время полёта первого Койла, то теоретически он бы получил только Нову, которая не успела бы откатиться к окончанию Инвула. То есть, можно было бы потерять Архмага, там всё равно по мелочи. Мы смотрим, как... Мы видим, как контролит Тиаш. Там пока Т3 делался, три Акалита добывали. Блин, ты этого тоже не заметил, к сожалению. Хорошо, выманиваем Мурлоков, для того, чтобы они тоже покидали сетки. Есть одна сеточка в... Дара-дара-дам. Тролли бегают... Ещё одна сеточка на элементаре, вот это неприятно. Да, но здесь нет экспанды, вы посмотрите. Ещё одна сеточка. Блин, Мурлоки никак не могут успокоиться. Разбуженные Императором, они готовы ему служить. Так, подрезается Футмен. Аккуратненько. Ну это хаос, это реально хаос. Ещё одна сетка. Экспанды нет. Возможно, да, возможно, он забил, потому что слишком всё очень бито, и ещё... Так. Да, там... Надо посмотреть по количеству рабов. Если там их больше семи, то, скорее всего... Аккуратно, 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 Император, ты чего? Такой агрессивный, конечно, хапач. Не-не-не, это плановый, плановый Т2. Судя по всему, плановый Т2. Архмаг. Да, всё ещё первого уровня. Да. Это понятно. Пытается прокрепиться, снова сетки, добивает одного Мурлока. Архмагу совсем немного осталось до следующего уровня. Здесь бы хорошо позакидывать Койлы. Архмага начинает... Не хочет давать хапач второй уровень. Тратит Койл на Мурлока, добивает. Молодец. Да. Да, битый, конечно, ДК. Сложновато будет с ним возвращаться обратно. Пытается снова выманить, но, к сожалению, не получается. Там Финт ещё может по... Да, Финт проверяет, судя по всему, экспант. Видит, что на экспанде. Ну, хотя, что там проверять, если... Может, там скелет просто... Ну, покажите, покажите. Да, добил, что получил. Перчатки скорости... Нет, перчатки силы, извините. Перчатки скорости он получил до этого. ДК рядышком. Так. Два Финта. Контролим, контролим. Контролим стараемся. Не знаю, что там по Дефенсу, будет ли делать защиту тяж. Ему, в принципе, особо не нужно, потому что у него ранит и два, и будет кем сражаться против Андеда. Да, уже рифлы, кастеры. Вообще классика жанра. Ой, ДК подставляется. Койл Футмена подрезает, не жалеет. Нужна экспам. Да, точно будет Деф. Окей, посмотрим, хорошо. Так, Лич уже вышел. Слотерхаус делается, Архмаг, конечно, по опыту впереди, сильно впереди. Но там и Футменов больше, значительно. Вот здесь хорошая нова может улететь. Нова в Архмага сразу. В Архмага в кучу, ну! В кучу! Ох, Футмена. Хорошо, Футмен минус. И еще, нет, лишний Койл абсолютно. А, нет, не абсолютно, потому что Мока Архмаг своего задинает, ему каждый килл нужен. Иллюзию зачем-то возвращается, добивает. Не знаю, почему. Может быть, он скелетиков еще сейчас закупит. Посмотрим. Зачем-то он должен был вернуться сейчас на базу. Продал, да, продал старый, купил новый. Или выложил, и... Или выложил, и Лич взял. Не, зачем продавать-то, блин? Зачем продавать? Слоты-то есть. Просто выложил. А зачем он возвращался на базу, я не могу понять тогда. Скелетов вызвать? Чтобы были трупы. Да, скорее всего, скелетов вызвать. Блин, как же агрессивный Тиаш крепится, трындец. Да, Дефенс у нее действительно появился, хорошо танкует. Но в это время забирает магазин. Правда, на своей половине собирает магазин. Архмаг почти второй. Большой инвул выпадает ДК. Работает обсидианка. ДК лечится, но он реально очень-очень-очень битый. Неужели он еще умудрится этот кэмп забрать? Очень аркадно крепится Тиаш. Трындец, как аркадно. Вы посмотрите. А Хэпич не так агрессивно крепится, вы посмотрите. Да, Труша Таура идет. Ладно, Хэпич пошел красное забирать. Может быть, это и... Ну, обидно, когда твои точки крипят здесь поблизости. Понимаете? Да, Хэппи за... Конечно, конечно, это правильно. Так, и добивает, что получает, что там... Блин, плохо. Да, тебя же постоянно делают прекрасную разведку, вы видите, что происходит. Он иллюзий не дает вообще Андеду куда-то уйти. Сам в это время собирает всех нейтралов на территории Хэппича. Либо Хэппич сейчас соберется и пойдет крипить вражескую сторону, либо он может остаться в ситуации, когда просто вокруг не останется нейтральных монстров. Очень хорошие артефакты у МК, смотрите, там просто весь инвентарь. Ну, правда, носок не в тему выделяется явно, все остальное хорошо. Да, но Хэппич бегает, тоже крипится, уже переходит на вражескую половину. Кольцо неплохо для Дэки. Получаем второй коэл на этой точке. Он сейчас даже на экспант заходит, видит, что там не закреплено даже. Рейнджерку берем. Лич тоже третий уже. Я нервно кашляю из нити. Переживаю за Хэппича. Лагерь наемников вражеский собирается закрипить, но здесь уже рядышком тяж, вы посмотрите. Выманивает. 45 на 50. За него будут сражаться. Пошел камень. Молоток в ДК, ДК начинает фокусить. Очень больно. Инвул. Можно попробовать. Минус прист. Минус еще один прист. Император подрезает пристов. Фокус по АМК. Зонит его, зонит. Для того, чтобы не подходил. Койл в финда. Спасает финда. Арба как хорошо работает. Видели? Это второй колл влетел в финда. Да, Койл. Минус два футмена. Нормально. 34 лимита, 50. Расконтролено, кажись, нет? Нет, не радуйся, Миш. Раньше времени не радуйся. Да, и он добивает главный этого голема. Что из него выпадает? Давайте, что-нибудь хорошее. Плюс 6 инты. Хорошо. Да, это очень хорошо. И урон, и мана. Так, здесь контроль нычки. Зеленую точку можно забрать. Можно попробовать на красную, но Хэппич на 100% не уверен, какой маршрут криппинга был у Тиаши. Он не знает, где он был, где его не было. Циклон. А там нет дистроу вообще? Да нет, должны быть, вы считаете. Как нет дистроуеров? С ума сошли. Там третья тележка, наверное, уже катится, и точно есть дистроер. Ну, то есть, точно его можно поднять. О чем они говорят про нет дистроеров? Если там Т3, вторые лемы, это же не 120-е вам, блин. Да, и за красную точку, вот красную точку видит, видит, выманивает Хэппич. Ит, говорят, что нет дистроера на этот момент. Видимо, показывали играть на дистроф. Фокус по рейнджерке. Иннерфайр. И классный став. Баш пропирает. Да ладно. Лакер. И финт. Блин, короче, не туда койл влетает. Еще минус финт. Давай, МКУ, МКУ. Нет, МКУ не знаешь. Дистроер уже есть. Диспл. Койл в дистра. Фокусиат. Еще один дистроер. Так, 50 лимит на 44. Нормальный еще пока. Минус рифл. Хороший койл. Давай, давай, давай. Подрезает еще приста. Абом нормально работает. Финда отконтролил. Красавчик. Паладин. Паладин без инвола. Паладина минус. Паладина можно убить. Изи можно убить паладина. Койл. Нет, он хотел спасти. Блин, финда. Архмаг минус ТП. Минус рифл. Такое начало поганое было. Ой, и Палыча, Палыча заметил, заметил. Палыча, да. Минус паладин. Доезжешь. Доезжешь. Минус Палыч. Красную точку забираем. Четвертый лич. Ох. Да, поиграй с одной базы против Императора. Поиграй. Фух. Ну, тяж, конечно, очень хорошо с этим циклоном. Эй, а почему... А, хочет Рэнджику восстановить? А зачем всеми-то бежать? Ну, Хэппич, ну, ё-моё. Зачем? Ну, сейчас увидел, наконец-то, Хэппич разведочки. Там вард он поставил, видимо, и светит. Да нет, неудивительно, что он выкупил Рэнджику. Хрен с ней. Ну, можно было и дождаться, конечно, Хэппи перестраховался. Но смысл в том, что, ну, отправил бы одного дистрак этой к таверне, крепил бы красную точку. Зачем рисковать-то? Да, у Лича 700 маны, 800 хп, психованные артефакты. Ну, это называется, прокрепили карту. Если бы Хэппич ходил по своей территории, там, пытался как-то отогнать Тиаша, вот это была бы колоссальная ошибка, потому что половину нейтралов на своей, ну, на своей части карты он, ну, он бы просто не нашел. Хэппич просто прилетает на базу, ловит, ловит, ну, вертолетик, ну, ёпп. На самом деле, лучше часть артефактов Деке отдать. Тот же самый плюс 6 инты, потому что Личу эти 700 маны вообще не нужны. Он их не может выстрелить так быстро. А вот Деке. Рэнджика под ударом. Койл хороший. Отконтроливаем вертолеты, но Дестроер еле-еле живой отступает. Да, хороший, хороший Койл. Там точно умирает один вертолет. Ой, один Дестроер, извините. Хорошие стафы. Блин, 53 на 47. Лимиты более-менее сопоставимы. Ох, еще минус Финт. Получает левелап Маутен Кинг? Да ладно. 45-47. Тяж уже больше. 42-47. А бом окружили? Да вы что? Падает Рифл, правда, но падает еще вертолетик один. Но. Нова. Ой, какая нова влетает? Блин, какая нова влетает в рабочих, в Рифла. Рейнджерка терпит. Койл еще есть. Мана уже последняя, кстати. Дестроеров нет. Вертолеты мертвым грузом. Там, да, наверху висят. Хорошо. Хорошо. 43, но 36 уже. Да нет, там лимит по земле никакого не осталось, насколько я понимаю. Да там нет никого. Там два Преста, два Рифла, три героя. Хорошая нова. Минус. Блин, Прест улетает на стафе. Фокусят Деку. Фрост Армор, у него 10 армора. Блин, как же хорошо под Энерфайром сражаются Рифлы, если нет контры. Подрезает. Методично избавляется. Сейчас будет еще одна нова, наверное, в Маутен Кинга, в Паладина. Какие же битые герои. Минус обсидианка. Есть один Койл, есть один Койл. Блин, как же быстро убивает, вы посмотрите. Минус две обсидианки. Паладин подставляется немножко. Маутен Кинг тоже подставляется. Поднимают леча для того, чтобы не кинул вовремя нова. Как он спасает. Подрезается еще. Не, нормально, пока нормально. Нова, Нова хорошая. Замедляет, убивает еще одного Преста. Можно Рифла подрезать, Преста. Райфл. Минус приз тыща. Минус приз. Ну не атакуй ты, Алтарин. Мисклик от Хэпича добивает, тем не менее, Преста. Нормально, 46-32. Император Давид подрезает еще один вертолетик. Экспанда нет. 4-4-3, 4-4-2. Минус магазин. Я вообще не буду раньше времени теперь радоваться. Вот. Да ну его надо закидывать в рабочих уже. Чего ли чем стоять-то, улыбаться. Бодрить, бодрить. Я не знаю, почему Хэпич так пассивно отыгрывает. Ну, может быть, ждет просто псидианку или ждет подкрепление. Так. Да вон, там такая нова может влететь. Ну. 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 Прям в Рифла, в рабочих, во всех. Ну. Хэпич. Вархмага. В кого угодно. Серьезно. Ну, Хэпич. Ну, еб. Почему? Выходит с базы. Выходит с базы Маутон Кинг. Сейчас ДК пытается убить. Молоток. Ново в пристав. Какого-то несчастного. Гэгэпич. Тяж 1-1. 1-1. Так. Китайцы хлопают всем залом. Только что Тяши убили. Шок. А, это первое поражение Тяши на турнире на этом. Все остальное было 2-0-2-0. Знаменательное событие. Да. А задача НТАш. Да. Он попил опять водички. Причем он так нервно пьет из воды. В прошлый раз. Хотя не было нервов никаких. Но он прям... Все льется по лицу. Как будто он не в Варкрафт играет, а... Не знаю, на велике сейчас едет просто. И ему кидают бутылку. Он... Или как марафонец. Тоже облил себя больше, чем попил. Да. Когда мы с вами все-таки сидим? Счастливый раз. Счастливый раз. Счастливый раз. Счастливый раз. Как он сделал. Счастливый раз. Счастливый раз. Счастливый раз. Счастливый раз. Но получил хорошую дорогу в мид-гейм. Бучья проиграл. Да, кстати, вчера на трансляции, что удивительно, по PUBG сориентировали, что Бучья — это не VGL в исполнении китайца, а In This Year. In This Year. Ну вот. По крайней мере, это вторая версия такая. Так что китайский язык, он такой. Там анархия на форуме, разберись. Дулик, конечно, сейчас самое время бежать на форум. Ну, модераторам привет. Пока перерыв, возьми стакан воды. Да у меня тут кофе есть. Просто это не... Друзья, всем доброе утро, добрый день. Не знаю, добрый вечер у кого-то уже. Сегодня финальный день голда летнего 2019. Я волнуюсь и улыбаюсь, улыбаюсь и волнуюсь, потому что счет 1-1. Первый матч. Император играет против Тиаша. И мы болеем за императора. Нас уже 5700 зрителей. А, еще там на Твиче, наверное, кто-то есть. Отдельный привет Ютубу. Друзья, переходите на ГГ. Не было бы ГГ, не было бы этого голда, трансляция, это уж точно. От меня, по крайней мере. Наш любимый сайт, Alma Mater. Сделан с любовью. Замечательный чатик, отличная комьюнити. Прекрасные фуэвы. Присоединяйтесь к армии колитов. Подписывайтесь на канал Хэпича, он регулярно стримит. За 300 рублей он вам может вообще, не знаю, какой там из челленджей последний был. Я когда последний раз заходил, видел там, типа, типа только с женщинами играть. Все, женские герои, женские юниты. Или, например, играть максимум одним юнитом из одного типа юнитом. Один футмен, один райфл, один приз, одна сорок, один конь, один грифон, один хавк. Вот. Любой каприз. Хотя, вполне вероятно, после этого турнира ставки императора подрастут, потому что в теории можно с этого турнира вернуться миллионером. Собрались. За 300 рублей даже голд может выиграть. Но я не знаю, есть ли такой челлендж. Но люди должны платить высокую цену, если он продолжает вот так. Есть много людей, которые сейчас спрашивают, много людей звонят. Хаппи, ¿ты интересны в присоединении? И только будет больше звонков, чем дальше он получит. С Айлс Норвен, должно быть быть мапа экспансионного. Поехали. Вопрос, выплатят ли эти деньги или кинут. Конечно, там уже пятый голд идет. Никаких проблем не было, и тут внезапно теории заговоров. Не-не-не, друзья. Голд не косячил. Пошел один из наших опять на разведку, как вы видите. Архмаг. Вышечка. Блин, вот такая ранняя вышечка говорит скорее о том, что там будет эксп... Общая статистика по расам 4-9. Альянс выигрывал реже. Но, на мой взгляд, вообще не репрезентабельно, потому что, во-первых, здесь андедов мало, но они топовые. То есть 120-е и хэппи. А игроков за Альянс было... Ну, вы помните, там и тот же самый Сок напроигрывал. И Чаймика, да, правильно, тоже сливал. Их бы встречи поднять, вот именно конкретно, там 120-го Тиаши и Хэппи с Тиаши, был бы показательнее. Увидел вышку Император. Пошел играть на Т2. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, что будет делать Тиаши. Просто вышку так рано ставить, смысла против одного ДК нет, если только ты не ставишь эксп. Ну то есть Элема добивает хорошо, жирно, жирно. Да он не успеет добить этого Мурлока, Койл откатывается уже. Нет, все-таки Тек. Хм. Но не Грэдит ее, может он отказался от плана? Добил, добил, нормально. Либо это был фейк, либо это была смена плана. Потому что реально так рано ставить вышку. Какой в этом смысл? Ничего себе, какой наглый, наглый криппинг. Хэппич может не найти. Блин, Хэппи не читает это. Ой, красиво кака. Пытается найти, не видит. Да, Хэппич не видит врага. И теряет время. В то время как, блин, Архмаг получает здесь третий почти. Опять Рештауров великолепное выпадает. Да, Хэппи бросает. Попытки найти Тиаши и начинает сам крепиться. Это была ошибка. Да простите меня, император. Да будет он ко мне милосерден. Второй уровень ДК. Естественно, лечевочка. Выходим. Так, Т2 рифлы. Ну, понятно, что Тиаш не планирует отказываться от своего плана, что странно, потому что в прошлой игре не было никакой сверхагрессии. То есть игра шла в том числе и по плану Тиаши. То есть он крепил, что хотел, он делал, что хотел, он строил, что хотел. Он хотел сыграть с одной базы, он сыгрался с одной базы. Неужели, анализируя прошлую игру, он, видимо, нашел причины поражения, которые, ну, которые, типа, может исправить сейчас. То есть вот все, все то же самое? Какое же все битое, ё-моё. Какой инфиаркадник. Вы посмотрите, с какой армией он бегает. А там уже, между прочим, лич бегает. Что выпадает? Камень жизни. Неплохо. Неплохо, не лучший, но неплохо. Седап Новый. Да я бы тоже об этом подумал. Это просто такой подарок. Да. Ничего, он сейчас на нейтралах отдаст футменов. Минус фут один. Так. Такие футмены. Да не, у Хэппи... А может сейчас пересекутся, да? Он не знает... Блин, как... А как ты следующую точку будешь крепить? Ты чего? Так. Маутен Кинг выходит. Идет как раз на тяж. Ну, добрый день. Добрый день, как вы покрепились, называется. Добрый день. Влеча... Да, нова пошла. Минус райфл, минус футмен. Архмак ловит плюху от этого огромного. И окружает его по фулл хаос. Просто фулл хаос. Правда, окружение убрал. Но еще... Минус все футмены, минус райфл, минус тп. Что такое? Как так крепиться вообще можно? Такой псих. Не, ну за такую наглость... Справедливое наказание. Реально справедливое. Я не... Ну, вы... Негодование, которое было и у комментаторов. Я думаю, что многие из вас тоже это разделяли. Он... Да, как... Да. Да. Ну, короче, мы негодовали, потому что он аркадит. Ну, реально аркадил. Большая бутылка маны. Опять... Вот, Койл влетает еще плюха. Окружает архмага. Император хорош. Ну, правда, видите, тут... Ушел Лич. Из окружения. А может быть, он ушел, потому что пошел инвул, и Лич увидел новую цель, и должен был ее проатаковать. То есть, уже пофиг было на окружении. Ну, продолжает Тиаш. Крепится, конечно. Не так эффективно. Оооо, светит. Красную точку. Но Хэппичу не должно быть страшно, потому что он всю армию в прошлый раз... Забрал. Ну, разведка у тебя же, конечно, очень хорошая. Что в первой игре, что во второй. Он сейчас, по крайней мере, знает, что Хэппи находится в той части карты, и может спокойно, даже незначительной армией, собрать такого же огромного магнотавра, или как он там называется. Кстати, для Адыки 15% месов. Да, когти плюс 23 урона. Хорошо. Хорошо. Так, что там, что выпадает, не помещается. Это он рискует, на самом деле. Криппинг, опять же, идет. Но меня это больше особо не беспокоит, как в прошлой игре, потому что мы видели, что... Ну, артефакты вообще прекрасны, на самом деле, у Хэппи. Маны немного, но зато Хэппэ, Хэппэ. Ой, там выпадает еще аура Тауреновская. Пока не очень эффективно она работает, учитывая то, что лимит никакой, 41 всего лишь. Но если игра затянется... С другой стороны, довольно сложно затянуть игру, учитывая то, что ты играешь с одной базы. Ну, то есть, сложно затянуть игру до такой степени, что у тебя будет там 80 лимита. Вот, поэтому... Так, паладин выходит. А, уже почти не осталось нейтралов. Хэппи проверяет красную точку, сейчас может заметить вражескую армию, уходящую направо. Да, видит. Можно даже попробовать подрезы какого-нибудь приста. Да, и верное замечание, напоминаем, что у Тяша нет телепорта. И он не прорвется к магазину. Блин, это может быть финалочка вообще. Давай, новую, новую, штрафуем, штрафуем. Хорошо, 4 юнита замедлены. Минус прист. МК можно окружить на самом деле, но хотя нет. Сейчас еще одна новая зайдет в рифлов, хорошо, пошла в приста, лечение. Да ладно, ты будешь сражаться без телепорта здесь? Серьезно? Ладно, смотрим. Спасает одного рифла, подрезает финда, позиция не очень хорошая. Да, вот так вот. Еще нова, минус прист. Подрезает рифла. Фокусить героя с эвэйженом, с большой бутылкой, это не очень правильно. Но, видимо, за неимением лучшего Тяша атакует того, кого можно. Да тут Элитч тоже без маны на самом деле. Непонятно, чем штрафовать. Подрезает еще одного. Магазин, кстати, подставляется. Магазин поставлен абсолютно безидейно. То есть он поставлен по инерции, как будто ты играешь в экспанд. То есть магазины обычно ставятся между экспандом и мейном для того, чтобы вне зависимости от того, где будет происходить сражение, либо на мейне, либо на экспанде, он был равноудален. Потому что это стратегически важное здание. Необходимо до него иметь возможность добегать. И он сейчас... Я не знаю, почему Хэппи отступает, на самом деле. Потому что Криппи особо уже не... А, он хочет закупить что-то. Что будет покупать? Там нет денег, на самом деле. Так. Хэппи добивает последнюю зеленую точку, которую вообще я могу заметить на карте. Больше никого нет. Несчастные два Мурлока. Они думали, что переживут эту грандиозную войну. Может, они хотели до финала дожить. Но нет. И пошел экспанд. Абсолютно нелогичное действие Тиаша. Такое впечатление, что у Тиаша противников типа в Китае нет. Никто не понимает, как против него играть. Он играет настолько фривольно, что может позволить себе даже нелогичные шаги. То есть он играет разными стратами, во-первых. И вроде как тайминговый, как на Эхайлз. Он вроде как играет и с одной базы может сыграть. И при этом он тыкает просто экспанд настолько нагло, настолько необоснованно, что... Ну, что это такое? Опять телепорта нет. Иллюзии пошли. Ново-ново-ново-ново-ново-ново-ново-ново-ново-ново-минус-приз. Замедляет Лича. У Лича еще камень жизни. Прожал, проел, коил, минус райфл. На бутылек поменял рифлам. 60 лимит на 44 преимущественно с колоссальной парами. Там еще нычка строится. Но на самом деле это крайне нелогичное действие. То есть, понятное дело, что стиль Хэппи агрессивный, ну, не позволит этой нычке окупиться. Но Хэппи даже ее не проверяет. Потому что, ну, как так можно вообще? Как так можно? Как можно, проигрывая, ставить экспанд? Хотя еще старые стратеги, старкрафтеры, то ли адвокат, то ли... Мне кажется, это был адвокат, говорил. У тебя все хорошо? Ставь экспанд. У тебя все плохо? Ставь экспанд. И в обоих этих действиях есть вполне здравая логика. Первое — это укрепление преимущества. Второе — необходимый риск для того, чтобы хоть как-то его получить. То есть, в любом случае ставь экспанд. Так, ставится экспанд у Хэппи. И вот ТиАш делает разведку. И вот сейчас опасный момент, потому что время уже на Хэппи не работает. И он своим экспандом делает себя уязвимым. Уязвимым. Потому что ему сейчас придется какое-то время ждать, защищать, обвиваться от разводов. Прикрыл свой эксп, Хэппич не отдал. А ТиАш все еще без ТП бегает. Ё-моё. Такой Аркадий просто. Сейчас опять встреча будет по центру. Возможно, возможно... Да не... Ну, Хэппич жмет свой экспанд. Ну, разведку сделай. Ё-моё. Это... Нет, это, возможно, был ход просто под Хэппи. Возможно, это был мега-майн-геймс. Что ТиАш знает, что в такой ситуации Хэппич ставит экспанд и уходит в пассив-мод. Но, блин, Император мог пойти на базу в контратаку. Какого черта? Ну, Хэппи не знает об экспанде. Он играет надежно. Но он думает, что играет надежно. А по сути, он упускает преимущество. Дает противнику отстроиться. Отличная застройка, ТиАш. Поздравляем. Отличный танк. И следующий... Ну, следующий вертолетик будет. Давай-давай-давай-давай. Идет битва. Чем раньше битва, для нас тем лучше. Ну, уже хороший лимит у ТиАши. 66 на 69. Ё-моё. Падает Финт. Падает Прист. Как же Хэппи отводит своего ДКу. Заведомо. Просто еще фокус не начался. Все только посмотрели в сторону ДКи. Грозно. А он уже... Иннерфаер, да, хороший. Но МК, 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 МК. Есть ли возможность Куэл докинуть до него? Не добивает. Так. Еще минус Прист. Гоним. Гоним. МК очень битый. ДКу фокусят. У него есть только свиток. Но падает еще на этом фокусе. Кажется, еще один райфл. Живой? Живой еще райфлмен. Сайленс на Маутон Кинга был кинут. Классный. И пошел на экспанд. Ну слава тебе, Господи. Сделал разведку Гулио и увидел экспанд. И понял. И, блин, я не увидел выражения лица императора. Потому что он точно прокликал все нормальные игроки. Прокликали его у чахту для того, чтобы понять тайминг экспанда. Не перед не отцели вытащил магическую вышку вовремя. Только два выстрела она успела сделать по ДК. У Маутон Кинга, кстати, много маны. Умирает несколько рабочих. Тиаж готовится. Он точно будет сражаться за этот эксп. 70 лимита на 57. У императора все еще преимущество. По лимиту. И самое главное, у нас сейчас еще работает эксп. Нет вертолетов. А нет, вертолеты есть. Слева они зависли. Нельзя поднимать дестройеров. Так, поехали. Фокусит приста. Убивает одного приста. Койл нова на МК. ДК тоже под фокус попадает. Инвул проживает МК. Не, не, не подходи, не подходи. ДК, ты что же делаешь? Ты что? Какой дурачок, блин, тяж. Он мог подлечить ДК, а не подлечить МК. Зачем? Извините за дурачок. Но он реально мог убить просто ДК с телепортом. Комментаторы это не заметили. Вы видели? И... А я не заметил танк. Молодцы, ребят. Ладно, ребят. Ничего, ничего, ничего. Пронесло. На самом деле мы там могли остаться. Без ДК. Основа армии. Основа андейдовской армии, я хотел сказать, эльфийской. 72, 62, инвулы есть. Снова атака от Хэппича. Блин, прошу тебя аккуратней. Очень плохая позиция у Тиаши. Что это такое вообще? Крайне странный фронт. Никакого порядка. Правда, опять, опять, опять ДК убьют, блин. ДК подставляется, Рейнджика подставляется, Рейнджику лечим. Перегруппироваемся, падает финн. Четвертая МК, 69 на 56. Нас по-прежнему значительно больше. Лич пулеметит по Палычу. Не подходи ближе, пожалуйста. Минус Дестер. Но там все красное, вы посмотрите. Одна хорошая нова. В ДК кидают. Паладин. Давай, инвул прожимаем. Паладин умирает. Ну, инвул прожимает. И Марк Макбит, и падает. Это 2-1 ГГ. Фух. Какое вражение лица у него. Выругался сейчас. Что же он говорит? Блин, надо задать вопрос, что он говорил после третьей игры. Наверное, продыкую что-то. Блин, класс. Как у китайцев просто рты пораскрывали. Все-таки в шоке. Никто этого Тиаша тут не убивает. Один 120-й невнятный. И тут приехал. Что он? А, я понял. Я прочитал по губам. Увидели, да? Собака, доллар, циркумфлекс. Все, 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 я понял. Да. 2-1. Но еще не до конца. Тут Бо-5, друзья. До трех побед. До трех побед. А Тиаш вообще топ игрок Китая. И по результатам этого турнира, вроде как, оверролл, что говорится. Как говорится. Он мог потерять там деку. Он мог там даже остаться. Финал, можем выйти. Мне бы из группы выйти, я не готовился. Да, да, да. Классно. Друзья, у меня комментарии бывают иногда эмоциональные. Ты в определенные моменты не можешь контролировать речь. Я, естественно, не против, не хотел оскорбить Тиаши. Но у него была ошибка, и я в сердцах вот таким вот образом. Надеюсь, адекватные люди это понимают. Вот. Потому что остальные просто лесом идут. Блин, Михаил, успокойся, успокойся. Happy 2-1. Тяша. Кофе есть, да? Спасибо. Ребята, околиты, вжухаем. Все норма, слава императора. Не включая толерантность, все красиво. Отлично. Спасибо за поддержку. Да, Бо-5, друзья, Бо-5. Ну, еще раз, вы вспомните просто эту ситуацию. Он фокусит Деку, кидает в него молоток, фокусит. И паладином, паладином, лечит без необходимости Маутен Кинга, у которого где-то было 300 хп. Мм? Потные первые две игры были. Да. Все игры пока что очень интересные. Очень много микроконтроля. На первой карте была другая принципиальная стратегия, потому что в Эксп играл Тиаш. Я думаю, что Тиаш сейчас, конечно, зависит от карты, тем не менее, но... Возможно, пересмотрит свое отношение к игре с одной базой. Потому что пока что... Ты же понимаешь, что это скрипт в мозгу, лечить по КД просто не заметил. Нет, вообще, скрипт, это когда ты фокусишь, ты все вкидываешь. То есть как раз вот Койл Нова, молоток лечения. Скрипт Хиракила, Андедовского, он должен быть сильнее вроде как. Мисклик, они же рядом были, вообще не рядом. Они были в трех сантиметрах друг от друга. Так не промахиваются игроки. 2700 на ГГ, 3500 на Ютубе, еще на Твиче сколько-то там. А там 5800. Вот, смотрите, ситуация. Вот, 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 вот момент. Сейчас будет фокус по ДК, бьет. И паладин... А, не это, рядышком. Да, он просто мискликнул. Все-таки это был мисклик. Но это такой... Но это все равно дикий мисклик. То есть просто дикий мисклик. Ну, понятное дело, что... Что там скорости сумасшедшие и все дела, но... По юнитам обычно не промахиваются. Окей, говорит, да какой мисклик, рука не поднялась на императора просто. Ну, проникается сейчас уважением, обокаличивается сейчас тяж, как крещение боевое проходит, эмоции не из приятных, потому что тяж не улыбается, поправляет очки и трет нос. Но все через это проходят. Либо ты околит, либо ты будешь уничтожен. Скоро в чате вжухать начнет. Я допускаю, кстати, что тяж, там, не знаю, через гипотетические 5-10 лет будет в чатике у нас. Ну, мало ли, как его занесет. Нас же корейцы на турнирах играют. Да, завтра может прийти, чё. Да, и это была еще карта Тиаша. То есть он не собирается вообще в экспон, он не взял карту... А на масоне хрен экспон поставишь. Собрались, друзья, собрались. Вжухаем за императора. Такой момент классный. И это только начало сегодняшнего дня. Впереди еще 120-й мун, потом еще финал. Вау. Просто стример. Друзья, периодически закидывайте, пожалуйста, ссылочку на канал Хэпича. В чате. Потому что, повторюсь, после того, как турнир закончится, император вернется к своим привычным государственным обязанностям. Вот. Он будет стримить, скорее всего. Он же, в конце концов, простой стример. Вот. Поэтому подписывайтесь, заходите. И... Общайтесь на здоровье. Да, Филбот делает все еще подборочку лиц игроков. Особенно после того, как они встретились с императором. Да, надо, кстати, еще отдать должное товарищам, типа Сасхи. Я не помню, не знаю точнее, кто вкладывался в поездку Хэппи, потому что на то, чтобы Хэппи оказался... Благодаря... Короче, им нужно выразить респект за то, что они сделали так, что Хэппи оказался на турнире. Потому что, согласитесь, без... Многие бы не стали даже смотреть ивент, если бы там не было Хэппи. Ну, или кого-то из наших. То есть, обычно, самый жаркий интерес происходит тогда, к турниру, когда наши на турнире живы, мы за них болеем, там, смотрим, все дела. Вот. Я закидывал, говорит, Смолвиль 13. Все дружно собирали, говорит Рио. Плаха скидывает ссылку на Твич Хэппи. Вообще, абсолютно неадекватный человек. Абсолютно неадекватный. Сразу его на месяц просто бантит, друзья. Он, уклончиво, говорил, что и так бы поехал. Ну, я бы и так поехал. Император. Молодец. Хороший койл. Аккуратно не попадаем в окружение, вызываем скелетов. Сразу угрожаем архмагу, не попадаем под окружение. О-о-о-о, это что такое? Что случилось? Эй-эй. Так, второй уровень. Надо элема добить, видимо. Раз. Нет. А, нейтрал добил элементали. Хотя, какая к черту разница? Да, волнение явно присутствует. Нет, это, это просто опять, это два. Опять. Это. Да, 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 да. Так. Да нет, скорее всего, он делает за неимением лучшего, опять же. То есть, у нас типа логика простая. Вот он с экспандом выиграл, а потом два раза проиграл с одной базы. Что же он делает? Что же, как же быть? Ну, во-первых, карта такая, что экспанд так просто не поставишь. Ну, сложно, реально, там нейтралы сильные. Все дела. Минус рабочий еще, кстати, был. И, ну, видимо, лучших вариантов у тяжа нет. Хотя, блин, тяж под шумок сейчас крепит ту же самую шахту. Да, без ментов. Да какая разница? Если не мешают, то можно и закрепить. Хотя нет. Да уж... Да, там баш есть у этого злого кобальда. Подставляет скелетов, смотрите, что творит. Третий АЭМ с большим бутыльком маны. Так. Криппинг продолжается. Скелеты были куплены. Продолжаем крепиться. Я сказал маны, да? Я подумал просто о мане и все. Конечно, хп. Настолько привыкли, что падают маны. Да, конечно, жизни, конечно. Инфи с маной. Да какой инфи, что... Какой инфи? Скай. Мефыч говорит, я жена, пес и кот, всей семьей вжухаем за императора. Болеем, друзья. Спасибо. Так, футмен подрезается. Хорошо. Но разведка у Тиаши все-таки лучше, чем у Хапачо. То есть 18. Т2 Шреддер работает, кстати. Хотя одна база, чего рабочих не терял. Ну, одного рабочего, ладно, потерял. Криппинг идет. И Архмак уже рядом с базой Хапач. Извините. Плюше силы. Не хочет тратить Хапач телепорт. Лич выходит. Да нет, здесь можно с нерубкой, если чем, с гулями отбиться. Хорошая нова на трех футменов. Ну. Блин, замедлил и все, и не задел одного футмена. Да. Так, Койл пошел. Сейчас отконтролить Акалитов. Прокрипится здесь на элементаре до третьего уровня. Очень странный тайминг от Тиаша был, на самом деле. То есть он приходил... Зачем? Слутерхаус отменить? Минус один футмен, минус еще один футмен. Не-не-не, тайминг Слутерхауса не... И экспант идет. И уходит назад. Нет, я аж поплыл, вообще, надо нести нового китайца. Это абсолютно неадекватный... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Сложно окружить, блин, сложно. Тому же... Он зонит его. АМ Дикий, помним про него. Опять пробует окружить. Так можно тут Декува отдать, на самом деле. С когтями. А, нет, бутылек, все нормально. проверяет экспант как бы тут телепорт не отдать хороший урон да надо телепортировать койл и минус мк хорош у него стальные яйца просто на развороте койл потому что тебе нужно время чтобы развернуться чтобы кинуть это вопрос анимации а у тебя хп нет это такой до 1 мк это очень неприятно потому что ну нужно и к спу сейчас все вливать именно в него не вархмага там чтобы сделать его четвертым это важно мне настолько важно чтобы сделать 2 3 ма тонкинга это просто и опять мисс мисс хэппич два раза промахнулся ну не может такого быть ну ребята ну два раза миск не мисклик а увернулся а вероятность там процентов 15 наверное у него может быть и 10 я не знаю какой у него уровень эвэйджина и может быть там как раз уровень типа 15 как старый не как у демон хантера 10 20 30 как у амулета 15 так статуя пошла подрезаются нейтралы сейчас уже с арбой идет довольно быстрый криппинг и гораздо быстрее чем вот этой несчастной армии с двумя рифлами с двумя пристами рабочие бегают палятся сейчас они встретят скелета на экспанде я не буду ничего прогнозировать друзья вообще я молчу я молчу просто крипимся просто просто крипимся посмотрим что будет аура паладин и выпалом хорошо взяли in wool так крепит лагерь наемников почему красную точку кстати хэппи не забрал зачем ему магазин если он мог сейчас големов спокойно забрать время только разве что и гали а в големов крипит сам смотрите тяж все увидели увидели не даем нова хорошим молоток в рейнджер q рифла отстреливаем еще один выстрел нужен нужен выстрел ну рейнджер ну покажите ну ё-моё кто там до отрезали приста минус райфу хорошо потихоньку и блочит смотрите как блочит минус 2 рифла как же давит император 40 на 47 inner fire готовится на там магическая вышка так не хочется на нее лезть можно попробовать потихонечку по подрезать ферма пошла первая саплай блоки начнутся сейчас ты даже лимит 50 не доделаешь это важная ферма на самом деле важно 44 42 inner fire вот вряд ли удастся замедлить потому что во первых него за него вписываться будут но опять же не будет производства пристов он как раз и пристов и отстреливать продолжает красиво выходит выходит со своей базы тяж сайланс хар ну да не хочется сражаться с ополченцами надо подлечить хорошо молоток правда еще один надо вписываться за этого за этого финда нова хорошая очень падает финт но падает огромное количество рабов шреддер подходит шреддер опасен шреддер очень сильно нарезает но минус все рабочие император отконтроливает откачивает и не дает просто те ашу ничего сделать просто не дает ничего сделать да конечно 39 на 47 причем не будет лузеров не будет ты если сейчас проигрываете аж он 3 4 место занимает 3 4 место так как от отходят вот это кстати это странный очень момент потому что он дает возможность тяжу подкрепиться отходит на красную точку возможно я не знаю зачем он это делает то есть он реально сейчас дает более слабой армии во первых отстроиться дает время тяжу до лимита 50 по крайней мере и смотрим по артефактами да нет ему не нужна она его не должна спасать вообще с таким таким лимитом аура паладин получает 2 вот этого важно и на так себя а у нас 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 медалька медалька 4 4 надо передать деке наверное лечу передает и крепится еще тяж на блин на наших нейтралах крепится гад так как же как же хорошо те аж сейчас но надо было агрессивнее все-таки хэпичу играть не надо было выпускать его потому что сейчас он третьего паладина из ниоткуда просто получает да хэпи прибегает на красную точку видит что там вот почему не отступить было на красную левую точку да ё-моё третий паладин так не расслабляемся друзья либо император великодушно дает фору либо это ошибка и готовится сражаться пошел энерфаер 53 на 59 уже лимит сопоставимый хороший диспл хорошая нова так аккуратненько дестройера уводит а где сеточки у нас так падает падает элементарь падает финт дк пытается дестройера держать все еще живым на койлах неплохие вроде какой но в рифлов пристов еще один хороший койл как же дестройер вытанковал как же он вытанковал 44 53 еще минус рифл паладин подставляется у него диван и телепортируется телепортируется тяж теряя еще одного рифла теряя элементаря и еще слева был один товарищ чем он стелепортировался 1 3 рифл 3 рифла 1 1 рифл 3 приста и три героя сейчас еще может подрезать на отступление одного блин как же хорошо все равно хорошо 41 49 лимиты хорошие приз все-таки проверяет экспант проверяет экспант надо своего околита отправлять уже ставить эксп по свое по своей проверенной схеме как же там дестройер оттанковал просто да возможно в таких лимитах даже не имеет смысла пытаться отстреливать этих несчастных 3-4 вертолетов потому что они наносят достаточного количества урона то есть дестер и кайлица и от 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 отъедается на на заклинаниях вражеских а фендами фокусировать просто там престов и рифлов или вражеских героев я уж не знаю может быть это была ошибка но хэппи даже сейчас не он мог сделать на самом деле уже сетку во время битвы она могла доделаться 50 опять 53 лимита у тяж это все следствие 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 того что у него на руках было после битвы 600 700 голды и то что некоторое время хэппи был в апкипе опасным телепорта уже у тяша нет но у него по-прежнему хороший герой 433 на 433 одно сражение может решить на самом деле лучше не расслабляться ни в коем случае не терять там героев по надо все расконтролить все очень аккуратно триенвула у императора триенвула только сейчас увидел триенвула триенвула аутяша только одна бутылка то есть героев на халяву не убить у каждого пейнвула даже если не удастся передать пошел он так ребят собрались лимита равные по-прежнему пошли дестройеры диспл диспелит хорошо лишает и заряжает дистров отменяет ничку император правильно 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 да лучше подзаказать 1 2 юнитов еще и давай диспель 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 промахнулся диспел император молоток завязывается битва завязывается друзья нет все таки сетки не было в прошлый раз пошла сейчас отрезается один финт отрезается 3 3 3 гирокоптера 4 5 отлично кайтит император 65 на 56 спасай спасай финда нельзя спасти финда потому что там 2 это так и диспелит inner fire это тебе не 120 это тебе не 120 этот товарищ умеет контролить фокусит маутон кинга уже фокусит маутон кинга койл нова хилл второй вы вы вытаскиваете аж чудом просто маутон кинга своего инвулом ловит император молоток красава как же и вся армия тяжа снова назад снова назад фокус по архмагу у него мало хп и выстрелы последние добивают архмага падает приз падает гира тяж тяж смотрим на тяжа слева на лицо неужели неужели какой-то какой-то непонятный непонятный стример из россии приедет просто и лучшего китайского игрока шатнет хорошие на развороте дк пытается фокуснуть а там ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй дк уходит на последних хитах но это был естественно байт конечно же байт подставляются все остальные падает еще рабочий не дк умер нормально все по плану это надежда эта надежда все хорошо блин молчи михаил молчи так выкупаем героя просто передаем ему инвул спокойно 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 все хорошо у нас четвертый лич на половину пятый дк там мертвый архмаг спокойно копим деньги нужно где-то 605 600 на деку дк передаем ему инвул пожалуйста инвул передали хорошо так деку нельзя терять терять деку нельзя я молчу я молчу ребят я не молчу алтарь навязывает битву дк очень битый нужно восстанавливать хп нужно восстанавливать ману к тележкам на тележке работают только не подставляю деку прошу прошу не подставляю деку регенит хорошо зоним хорошая нова на рифлов ловит опять прекрасно деку не подставляй а хорошо отошел декой но дестройера не доконтролил паладин четвертого уровня фокус по рейнджерке фокус по рейнджерке фокус по рейнджерке лечим финда хорошо там болеют все рифлы все присты потому что веселый молочник там самые кучи мку фокусят у него нет инвула сайленс на паладина передает инвул ему дк отходит дк отходит аккуратненько аккуратненько архмаг возвращается из таверны так 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 зоним зоним аккуратненько к этим финда финда увести подконтролить так еще финт отступать отступать но пустите финда у него мк получает четвертый уровень тоже еще минус финт 57 41 лимита по-прежнему у нас фаворе не подставляй деку не подставляй ну не лезь там правда маны нет аккуратненько аккуратненько а бомы живые и тяж отступает спокойно михаил спокойно спокойно рифл еле живой добивает точно брифла прекрасно алтари ушатать регене ману жизни спокойно спокойно что за день что за турнир ё-моё да 57 хэппи восстанавливает ману у него 4 4 4 4 герой если да если одного героя убить то без алтаря уже будет тяжеловато подрезает еще арканку идти не обязательно правильно ставит нычку параллельно хорошо души его души аккуратненько аккуратненько медленно не надо рашить ничего не надо подставляться все методично тяж не сдается так пытается выйти нет не выходит диспел минус еще одна ферма еще один дестройер да тяж собирается сражаться тяж нет он отгоняет 42 лимита на 63 плюс 20 лимита герои сопоставимы хороший диспел еще один хороший диспел и начинается финальная битва судя по всему фокус сразу по архимагу идет потому что было уже лечение было уже лечение но архмаг уходит так прист минус герокоптер минус рифлы в обомах это страшное зрелище для альянса падает конечно финта падает и рифл размен даже равный нам в плюс пятый дк кидает вторую к сожалению койл в архмага очень бит а м палыч под сайленсом но сейчас его отпустит и он сможет подлечить архмага а кого лечить то непонятно да лечит лечит ах аккуратненько аккуратненько маутон кинг подставляется немножечко герокоптеров нет армии нет 27 лимита на 54 шахта закончилась безнадега безнадега дисплей дестройера их контрить уже нечем и идет снова в атаку тяж смотрим на лицо тяж и друзья это финалочка это уже финалочка пытается отчаянно пытается убить вражеского героя пытается тыкнуть в дк на дк разворачивается кидает койл в архмага архмаг убегает кое-как лич уже пятый лич фрост армор гг тяж есть победа 3-1 после первого поражения император доллар собака доллар циркумфлекс повторил еще разок император пойду пожму руку да вот это хэппи в финале голда в финале голда и мы сегодня финал с ним посмотрим еще да блин это прекрасно это просто прекрасно ой друзья сейчас я сделаю стоп записи если вы смотрите в записи будет короче еще второй полуфинал потом еще финал с полуфинал это соответственно мун против 120 прекрасный тоже многообещающий матч ой сейчас пойду заливать